Привет, друзья! С вами Школа Воркаута и сегодня мы обсудим тему для новичков. С какого элемента стоит начинать свой путь в воркауте? Сейчас, слава богу, все, абсолютно все и с нашей помощью тоже понимают, что начинать стоит с базы. База обеспечит вам фундамент для того, чтобы в дальнейшем быстрее продвигаться, ну и в принципе обезопасит вас от травм, которые можно получить, если вы сразу прыгаете на элементы. Сегодня рассмотрим как раз тот вариант, когда база уже есть. Вы уже можете подтягиваться, отжиматься и делать брусья и делать достаточно в районе 15-20 раз в зависимости от упражнения. Что же делать дальше? Вопрос очень часто мне задают и сегодня мы разберем все плюсы, минусы различных упражнений для начинающих. С чего стоит начать, а с чего начинать точно не нужно. Ну что ж, давайте начнем. Я, естественно, как фанат стоек на руках, советовал бы всем и каждому начинать свой путь в воркауте именно со стойки. Но на самом деле, чтобы быть максимально объективным, не всем этот путь подойдет. Почему? Потому что у большинства, я бы даже сказал, есть определенные проблемы с растяжкой плечевого сустава. То есть они не могут полностью раскрыть плечевой сустав и из-за этого встречаются с огромными проблемами в изучении стойки. И более того, стойка становится немножко травмоопасной с точки зрения большей нагрузки на поясничный отдел позвоночника, чего начинающим допускать ну совсем нельзя. Именно поэтому стойку я бы рекомендовал именно тем, у кого уже и база есть, и в принципе неплохая растяжка плечевого сустава, либо от рождения, либо они ее уже успели приобрести и растянуть необходимое. И все же, почему именно стойка? Ведь мы уже оговорились, что не всем она подходит и не всем начинающим будет легко и просто начинать именно со стойки. Все дело в том, что стойка развивает вас достаточно разносторонне, глубоко. Вы тренируете и баланс, и гибкость, и естественно силу. Ведь вам нужно держать весь свой вес на руках. Но все же давайте двигаться дальше. Не только ведь стойка у нас есть. И прежде чем мы перейдем к следующему элементу, я объясню небольшое правило, как выбирать первый элемент специально под себя. Естественно, нужно опираться на свои сильные и слабые стороны. И если у вас более сильные тянущие, то вам подойдут одни элементы. Если более сильные толкающие, то другие. Если вы сильны там в балансе и коре, то это третьи элементы. И обо всех них мы и поговорим. Итак, если у вас неплохой кор и толкающие мышцы, то идеальным выбором будет обычный флаг. Почему? Потому что вы не только продолжите совершенствовать толкающие, ведь там нужно очень хорошее плечо и толкающая рука, когда вы себя отталкиваете в горизонтальное положение. И естественно, очень крутые мышцы кора. То есть эти сильные стороны вы поддержите. Но также вы понемножку спокойно и плавно будете подготавливать и немножко подтаскивать свои слабые стороны. Это тянущие. Естественно, потому что ведь верхняя рука как раз и будет выполнять роль той тянущей руки и того отстающего момента, который вы наверстаете с помощью флага. Итак, переходим к следующему элементу. И это задний виз. Чем необходимо обладать тому новичку, который хочет начать обучаться заднему визу? У вас должна быть хорошая гибкость плечевого сустава. Но это не та гибкость плечевого сустава, о которой мы говорили в стойке на руках. Это не раскрытие плечевого сустава. Это гибкость на отведение назад. Вот такая вот штука. Если у вас хорошая гибкость на отведение и у вас хорошо развиты плечи, грудные, то есть толкающие мышцы, то вам это обеспечит достаточно легкий старт именно в заднем висе. Если вы не чувствуете абсолютной уверенности и в толкающих, и в тянущих, тем не менее у вас хорошо развит корр, да, такое бывает и на самом деле нередко, то ваш выбор это угол. А если вы еще и потренируете трицепс как раз таки в угле, то можете легко перейти в высокий угол. Здесь вам понадобится только складка, опять же корр и трицепс, который примет нагрузку при перенесении веса назад. Переходим к следующему элементу. Что-то мы застоялись на толкающих мышцах. Если у вас отлично развиты именно тянущие, а толкающие отстают, ничего страшного. Постарайтесь развить тянущие еще больше, задействуя взрывную силу. Постарайтесь вылетать как можно выше. Если у вас это получается, то выход с силой это то, с чего вам нужно начать. Опять же, очень крутой элемент для начинающих, потому что в последующем это станет вашей базой и на данном этапе сформирует очень крутую вам силовую подготовку, потому что тут не только тянущие, опять же толкающие, потому что верхняя фаза толкающая. Опять же, вот этот переход вы научитесь делать. Ну, в общем, элемент самое то для начинающих, у кого уже есть база. Теперь давайте поговорим о том, с чего не стоит 100% начинать новичку. Естественно, это самое сложное статическое упражнение, ведь когда вы тренируете базу и даже освоились уже в базе, вы тренируетесь по особому принципу, по динамическому принципу. На этом строится база, то есть вы делаете динамические силовые упражнения. В статике тренировки совершенно другие. И быстро переходя от базы к тяжелым статическим упражнениям, вы можете легко травмироваться. По-моему, это очевидно. Тем не менее, большинство людей, которые только-только начинают заниматься воркаутом, они сразу грезят о горизонтах, самолетах, стойках на одной и так далее. И тем самым делают их, ну, во-первых, не очень правильно, во-вторых, очень высока вероятность просто-напросто травмироваться. Особенно, если вы начинаете тренироваться не с малых лет, а уже во взрослом возрасте. И раз уж мы начали говорить о многофункциональности, давайте рассмотрим топ-3 из самых многофункциональных упражнений, которые доступны новичкам, которые освоились с базой. Итак, первое. Это, естественно, выход силы. Про него мы говорили. Второе. Это флаг. Про него мы тоже говорили. И третье. Это стойка и отжимания в стойке на руках. Опять же, мы говорили об этих упражнениях. И все эти упражнения с программами тренировок, с правильным развитием, с дополнительными упражнениями, которые будут прорабатывать ваши слабые стороны, между прочим, есть в нашем продвинутом курсе. Именно сейчас вы можете забрать его со скидкой в 20% по промокоду, который появится вот здесь вот. Не тормози, потому что этот промокод будет действительно... Действительно. Не тормози, потому что вот этот вот промокод, еще раз, будет действителен всего лишь 3 дня. Потом мы его убираем. Необходимую ссылочку на сайт и всю информацию о нашем суперкрутом продвинутом курсе вы найдете в описании. Так, давайте подытожим. Сейчас будет очень важная информация, поэтому сосредоточьтесь. Очень кратко и очень информативно. Итак, что же стоит знать перед тем, как выбирать упражнения после того, как вы освоились с базы, будучи новичком. Итак, первое. Вам нужно определить свои сильные стороны. Именно основываясь на своих сильных сторонах, вы будете выбирать элементы, с которых стоит начать. Ну, или один элемент. Номер два. Это не забывать возвращаться к базе. Часто новички этим грешат, переходя к элементам, полностью забивают на базу и не возвращаются к ней. И номер три. Не забывать про свои слабые стороны. Основываясь только на сильных сторонах, да, вы будете двигаться быстрее, но вы потеряете разносторонность и многофункциональность. Этого воркауте допустить никак нельзя. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Как обычно, увидимся в следующем ролике. Если понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Уже совсем скоро летний сезон, и мы начинаем потихонечку подготавливаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...